всем привет очередной воскресный стрим очередная неделя пролетела новостей особых нет в мире политики как бы бессмысленно вообще что-то обсуждать но если только что то вы спросите а так мы перешли в такую фазу когда в которой мы висели десятый год десятый год идет не войны и до этого если не обращали внимание то все вот эти предыдущие 9 лет нам рассказали вот чаще сейчас на нас нападут а вот чаще сейчас мы им ответим абсолютно то же самое сейчас причем военкоры с очень умным видом рассказывают о том что вот сейчас наши пойдут наступление по пяти направлениям неизвестно какой будет основной все основные будут отвлекающие все все остальные будут отвлекающие но какой именно конечно никто не знает и вот конспирология на эту тему и и ступи из той стороны тоже самое абсолютно эти наши военкоры тут рассказывают там те политологи рассказывают что сейчас они как начнут русские сейчас наступление потом быстро выдохнуться и мы пойдем наступление вот это основная тематика то что в принципе может даже не заморачиваться и и не слушать ничего нового абсолютно сомнится то же самое но еще приезд си причем зависимости от того кто освещает прям кардинально противоположное естественно мнение это наша победа другие горит это приехал как бы посмотреть на своих на своего вас сам на своего сала на своей земли что что это и что является на мой взгляд я извиняюсь пустым пиздежом привет рязани и за байкалью то что вот если только освещать спорт но спорт у нас как бы тоже такое очень-очень вялотекущее в ожидании вот как на фронтах не войны у нас все в ожидании точно так же сейчас у нас в ожиданиях спортивных событий которые действительно будут которые действительно будут громкие и получается значит у нас 1 31 1 2 апреля будет русская весна такое самое самое главное событие в мире силовых видов спорта на урале и сибирь он пау шоу в тегу шоу в кого красноярске в те же даты также незабываемо также ярко также громко с разницей только что если в екатеринбурге бьют рекорды по количеству участников и особо не заморачиваются на мишуру хорошую мишуру хорошем слое хорошем смысле этого слова то в красноярске прям валивают бабки прям такие бабки там уже 25 лямов что ли киевцам по моему отрапортовал что закопали туда и открытия и закрытия и вот эти вот всевозможные там фейерверки и вот это витрина красивая я имею ввиду сцена все очень ярко свой очень незабываемый я прям не иронизирую сейчас ну бабки там прям закопанная прям 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 очень-очень привет магнитогорску да и наш пошли бы на передачу в телевизор в качестве аналитика нет не пошел бы во-первых сергей меня туда никто не позовет потому что у нас раньше еще как мне сейчас не смотрю правда телевидение новостное особенно ток-шоу но раньше хотя бы для приличия кого-то там с хохляндии приглашали и они имитировали оппозицию ну или какую-то другую точку зрения или каких-то там слабоумных дурачков каких-то которые ну которые притаскивали только что показать смотрите они же все дебилы посмотрите блин с кем тут разговаривать то сейчас давно и этого нет они там они сами с собой пытаются полемизировать хотя я повторюсь я давно не смотрел но вообще это очень смешно за всем этом наблюдать привет пётр привет оренбургу эмин привет эмин у нас бьет рекорды нихера никого не слушает продолжает заниматься хренью значит он приобрел новую майку и теперь у него дым прям идет из ушей и он хочет побить прям все рекорды за один месяц вот он уже ходил на 450 уже ходил там я уже сбился именно начата там последние 475 кажется да надо жим с бруска но я ему сказал что больше советовать в них я не буду потому что ты меня не слушаешь потому что ты делаешь глупости ты запросто я не хочу этого внутри травмируешься с такими семимильными шагами идти травмам нельзя потому что не приучены я понимаю что у тебя организм к любым весам приучен но сразу там накидывать по 100 килограмм от тех килограмм которые ты уже сто лет не поднимал это очень это не слинг это очень-очень все опасненько петр вчера вдруг звонил пошел добровольцем 500 только 34 34 осталось чего не понял это вчера друг звонил пошел добровольцем и 500 ток 34 осталось хрена значит такое но по этому поводу сейчас у нас уже все-таки зацепили эту тему сейчас у меня здесь где-то очень интересно сообщение прочитал это по поводу ну то что мы уже привыкли да вот их хоронят мы гордимся герой россии на аллею славы похеру что они сделали похеру откуда их вытащили до этого похеру что они там маму убили закопали за гаражами или расчленили кого-то их на аллею славы с героями вместе поэтому на аллею славы я больше никогда не пойду ни в день пограничника не не в день десантника не не буду вспоминать потому что там лежат действительно какие-то герои а теперь там лежит все на свете там лежит что-то типа вот того что я сейчас прочитал захоронение левобережное кладбище аллея славы и характеристика до службы занимался строительством домов и ремонтировал и ремонтными работами фамилию ладно не буду валерий анатольевич пришел добровольцем военкомат его не взяли по причине годности не годен он поступил в институт спецназа в грозном и заступил на службу в рядах ахмат как вам это пошел значит военкомат его приняли негодным признали после этого он поехал грозный и поступил в институт спецназа блять и в ряды ахмата был тяжело ранен привезем госпиталь бурденко город москва короче унесли 200 то есть берут всех подряд по херу годен вы годен ты не годен там то есть самых-самых неудачек самых-самых которые хотят заработать бабла и думают что пронесет хер вас пронесет читайте вот вечерние вот эти вот города ваши там урюпинский магнитогорске и рязани и все прочее читайте и смотрите сколько каждый день каждый день и каждый идиот который туда идет думает да не вот меня то именно вот именно меня меня это слава похороненным быть на кладбище каждый раз вроде пытаюсь не заводиться опять на меня что-то тут завели ну каждый раз не могу успокоиться почему так интересно завели а из 500 только 34 осталось живых ну туда ему дорогу получаю уведомление значит из полиции что мое заявление было рассмотрено и заведено административное дело вот прям совсем недавно примут неделю назад за это за фигня такой как-то или я рассказывал не помню ну короче выясняется что ну через адвоката узнал интересно же я там сроду никогда не пойду никаких заявлений писать выясняется что не я написала на меня написали при этом неравнодушные граждане которые прочитали где-то в контакте что я плохо отзывался о пути не но заявление как бы написали уводы то есть неравнодушные граждане но инициатор гвд в общем вот веселуха продолжается хотя я повторюсь лучше бы конечно про спорт задавали вопросы мне бы было приятно вот допустим соревнования по подтягиванию виса на перекладине что вы думаете честно говоря не сталкивался хотя я повторюсь меня совсем сейчас ничего удивить уже не может вот совсем особенно после появления стрит лифтинга где все упражнения подсобные которые только были у нас тяжелой атлетики там пауэрлифтинг и еревом спорте какие-то там подтягивания с весами отжимания какие-то там вот оказывается можно висы я так понимаю на перекладине я так понимаю это виса на время да ну то есть мало того что они все подсобные используют они еще используют все аттракционы какие только есть то есть вы же наверняка на море видели где как их назвать помягче ну короче бизнесмены в особо мелких размерах которые велосипеды с рулем там которые поворачиваешь суда он едет суда там или на перекладине кто дольше проведет чтобы заработать там заплатить 100 рублей заработать там 500 или там тысяч рублей и вот очереди туда стоят все эти сейчас я так понимаю соревнования будут проводить поэтому насчет подтягивания ну хрен знает я не знаю вообще всю жизнь у нас мою молодость в каждом квартале была абсолютно норма что стояла перекладина и все подтягивались абсолютно все мне когда говорят кто-то там что не может ребенок подтягиваться или там подтягиваться столько-то раз в любой школе на любом уроке физкультуры за 8 подтягивания была тройка за 10 четверка за 12 пятерка ну то есть как бы все вот норма 12 подтягивания это должен обязательно на пятерочку если ты нормальный пацан как бы не 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 инвалид но сейчас я думаю таких все меньше и меньше в основном дети инвалиды конечно вот я серьезно без стеба сейчас говорю потому что они приходят ну это жутко смотреть я конечно понимаю что в жизни может быть они и так проживут но когда он просто без веса в руки за голову присаживается и еле-еле встает за этим как-то жутко наблюдать хотя вот видите можете даже не проходить ни по каким параметрам в спецназ ахмат ахмат сила пятницу первый раз 320 подержал в руках вот это хорошее дело петр но надо накидывать то есть если ты жмешь по 300 или там уже 300 то 320 это очень-очень-очень мало тебе надо до 400 подбираться ты здоровый у тебя здоровье есть постепенно именно про то что я сейчас говорил просто не обязательно можно на очень высокий брусок брусок можно просто держать но голову надо приучать вот просто возьми этот вес возьми там 320 потом возьми в конце тренировки 340 350 360 возьми просто подержи или там вот подергай грубо говоря немножко в руках подержи организм должен привыкнуть к этому весу приберусь да нет ну представляешь 302 ну да у меня такое было на 420 когда-то лет там не знаю сколько назад 10 больше было прям не вздохнуть то есть когда ты держишь не вздохнуть а вот у нас и минуты хорина что же и 450 и 475 здрасте я тоже обсирал путина в контакте мне впаяли штраф за дискриминацию армии в 30 тысяч настучали фейсб да это мне тоже уже там экстремизм уже вызывали в этот отдел по борьбе с экстремизмом и в прокуратуру и в суд уже давно все отправили привет роман по иван это все как бы уже дежавю а вот спортивный интересный такой вопрос андрей у меня у меня корочки мастера спорта эти корочки они имеют вес с ними считаются во первых я не знаю чьи это корочки во вторых по большому счету что значит имеют вес и что значит считаются есть люди которые просто вообще ничего не делают и вот они считают вот сейчас я обязательно корочки получил и тогда мне там где-нибудь льготы будут ну там на самом деле где-то в армии там были у пожарников потом их отменили по моему еще где-то в институт там может при поступлении что-то какие-то действительно льготы были но так взрослый человек идет для чего он это все делает для того чтобы преодолеть какой-то рубеж он ставит себе рубеж какой-то ставит какую-то высоту заряжает и к ней ползет и я думаю что это нормально потому что просто так ходить и пустопорожней заниматься в зал у меня есть такие примеры я говорил уж по 20 лет вот в этот зал мне ходят ребята просто ходит ну может им просто нравится хотя не то что прямо тут из-за компании за коллектива не ходят а вот вот просто ходят в одной и той же форме кому-то и этого достаточно а кому-то нужно обязательно преодоление обязательно борьба нужна поэтому он придумывает себе все эти задачи если ты сделал все нормативы вот спорте допустим сначала ты начинаешь там юношеский взрослые разряды получать там кмс мс мс мк там потом в альтернативе элиту заслуженного там что-то но такого начинаешь что-то делать потом видишь всего добился начинаешь какой-нибудь рекорд ставить неважно рекорд города области рекорд странные рекорд мира потом смотришь давай на соревнованиях кого-то там своей категории попробую обойти вот обошел всех смотришь ну давай за абсолютку буду бороться всегда кто-то находит какие-то преодоления для себя и пытается к этому стремиться это нормально а где-то как ты сказал считаются с этим я вот не ставил никогда перед собой задачи будет со мной кто-то считаться или не будет хрен его знает вот ты же видишь допустим ветеранов каких-нибудь неважно чего вот там пограничники у нас собираются да у них вот такие на иконостасы ну про ветеранов уже ладно трогать не будем я имею ввиду великой отечественной войны хотя они к старости все больше напоминали сами домыслите чтобы мне не говорили что я оскорбляю это же святое наши иконы иконы нельзя оскорблять то что допустим у него висит там какая-нибудь там медаль за отвагу слава богу все это достойно уважения но остальные 50 у него висят юбилейный и вот он когда эти наши кстати то же самое пограничники наши десантники вот они каждый год сами скидываются сами заказывают мы предлагают энтузиасты такие вот они шлепают эти медали и спроси тебе какой-то вес придает это собственных глазах потому что вы начинаете не вот недавно два парня уже ладно не буду их что-то хотели со мной поговорить я как бы не стал им давать свой телефон но я просто смотрю там такие иконостасы даже я таких не видел я не знаю это там шойгу отдыхать у которого там разбирали тоже у того то вообще ничего нет ни одного у него даже за проведение переписи населения медали висят вот здесь вот как бы хрен знает человеку это надо человека он они ничем не отличаются от вот этих дикарей которые цивилизованные приезжали там и на бусы выменивали золото там и все прочее они как были так и остались что-то блестящее что-то красивое что-то на себя надо навесить поэтому ну вот это вот вся основная цель вот этих всевозможных медалей корочек нормативов и все прочее затянуть ответ смотрели интервью дрозда и бетербеева про усика очень жестко а россии это это про усика да 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 я смотрел да это два уника значит интересно такие один значит я про дрозда вообще даже поленился зайти посмотреть ну что-то когда-то какой-то боксер вроде был фамилия на слуху но я думаю он потом наверно каким-нибудь ведущим там потому что и метла у меня так подвешено такой очень правильный весь говорит я не я не удивлюсь если он уже депутата где-то побывал бетербеев он даже магнитке у нас был когда-то жил спортсмен он сам из дагестана но родился в чечне и вот он очень интеллигентный на удивление и очень аккуратный очень ну понятно в конце ахмат сила понятно что его там кадыров поддерживает него даже не пукнет в ту сторону но что меня удивило они обсуждали усика который так интересно там я даже хотя это хотел даже эти фразы по по записывать какой-то он стал стал не толерантный усик и наверное он все-таки бокс это бетербеев по-моему говорит это говорит человек который 10 лет уже живет в канаде который получил канадское гражданство которое красиво общение хера отношениями мало того он даже постоянно подчеркивает что он к дагестану отношения имеет хотя он там родился и вырос но он чеченец же поэтому как бы ахмат сила и и вот он говорит что ну понятно когда люди все-таки боксом занимаются в тяжелых категориях они полу по голове получают очень много поэтому он такой как бы нетолерантный и так жестко отзывается вы представляете вот насколько интеллект должен быть у человека что они удивляются что усик очень жестко а но это блин я не знаю как сравнить там с германией вот во время великой отечественной войны возьмите любого гражданина и сказать что вы думаете вот они там отбомбили там не знаю там брянск колу вот что вы про это думаете и вот он скажет да они пидорасы кто их сюда звал зачем они сюда пришли так тут даже хуже территория хуже чем во вторую мировую во вторую мировую это были бывшие союзники которые посрались а здесь просто не с хера вы взяли напали на соседнее государство расхерачили и все а потом возмущается чё это почему ему граждане чё не как-то это неадекватно как-то реагирует как-то грубо они говорят о нас так нехорошо так некрасиво и чудо там приводили пример с поветки нам что-то какие мотивы а поветкин говорит ну рассуждает какие у него усика мотивы чтобы так жестко отзываться о россии ну типа того наверняка ему заплатили нереальные клуны не занимайтесь боксом никогда не надо это очень нехороший вид спорта последствия нехороший потом а-та-та-та-та-та на эспресс приедешь да приеду у меня еще ни одних корок нет режим больше двухсот ну блин ты многое потерял как ты живешь без корок у меня вот младший поедет 16 лет поедет за корками на смк на весну а я просто так поеду на спс правда билеты еще не купили ну вот я объекта болтать могу конечно бесконечно но желательно чтобы вопросы задавали если вопросов не будет то наверное мы закончим я честно говоря больше зашел чтобы отметиться потому что следующее скорее всего воскресенье у нас не получится стрим мы уже от выступаем и будем на отдыхе и вот и все что я вам хотел сказать интересно диски это вопрос и если здесь добрый вечер анапе на русской весне буду да на какой чё блин я уже три раза ответил что на спс на русской весне у меня команда только будет и меня не будет не получится одной задницы на двух стульях не к поэтому мы договорились с нашим президентом что репниться на весне а я красноярский на себя репару шоу разойдемся по хорошим будем судить четырехсотников восьмисотников буду выступать в экипе и катя будет выступать в силовом экстриме сергей конышев андрей дуарч вы же сами по мешку по поколачиваете что вы от бокса отговаривать да нет я я как бы конечно стебу заниматься любым видом спорта полезно но главное чтобы это не вопреки твоей мозговой активности активности деятельности было севастополь долбит беспилотники летают на черным морем да я видел мне друг с крыма скидывает прямо обломки эти фотографии репет почему-то как-то ведь у меня наверно уровень и тут я почему-то думал что беспилотники это вот это вот хрень вот это вот это маленькая которая летает но все время ну вот эти квадрокоптеры как они квадрокоптеры я все время думал как они взрывают этими под руку а потом посмотрела там беспилотник там целый самолет разломанный мне товарищ скинул куда-то там какое-то здание бобахнул ну вот так как бы обратите внимание это вялотекущая война то есть я даже не знаю почему ладно подсказывать им не будут скажешь подсказываем как бы украинцы еще мне кажется не брались за россию при условии что у нас здесь несколько миллионов украинцев живет которые сейчас закусили просто губу вот так вот и прикидываются толерантные я ничего не хочу сказать но но меня я уже говорил в отделе по экстремизму опрашивал украинец привет тольятти что думаете как же гребаная хрень полу не сбивает ну сбивают все сбить невозможно там мат высоты зависит усик крымчанин поэтому к нему и вопросы понятно что выбора у него было немного нет но отдать надо должное виталию он он очень долго топил за русских за русские но как бы поддерживал не высказывался здесь видимо уже накипела нагорелла крымчанин может быть и крымчанину родился в украине не в ссср по-моему даже мне кажется да нет не зацепил это не то что он сказал а зацепил же эти два интеллектуала говорили каких-то на какой тональности просто ну ладно ребятки давайте заканчиваем тогда все до новых встреч усику под киевом частном доме там что не успел усику под киевом частном доме танк на газоне развернулся да нет там причин то может ну блин я вам сказал рассказал причину хоть по вашему частному сектору проедет танк хоть по соседскому вот вы вообще в курсе кто там самый был у этого дудаева то самое господи самый главный террорист кто там был у нас забыл уже в чечне 1 чеченскую самая сама больше всего кипиш засадил вот он такой вот ему объявили а потом выяснилось что просто ракета попала его дома убила всю его семью несколько детей чуть трое или четверо детей там у него была мать жену отца ну он объявил джахат и херачил чем не с памятью как забываюсь ладно все ребятки давайте заканчиваем вопросов нет всем спасибо увидимся хрен знает когда пока